аллилуйя слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу и ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся приветствую всех парка киота с киева я сейчас готовлюсь к поездке вот буквально через час уже буду выезжать и от метро жутомирская едет автобус на бердычев вот эти дни буду там у моих друзей вот еврейское общение и в церквях христианских разных получается собрание открыты для всех христиан разной конфессии разной динаминации воскресенье буду проповедовать там бердычеве объявление уже дал уже вот но сейчас вот как дорожная беседа моя такая я остановился сейчас здесь птиц покормил у меня хлеб оставался просто как раз с квартиры чтобы не пропадал вас покрошил вот и да слава богу вот и хочу поделиться тем словом тем что имею то и даю вот сейчас пока как раз собирался в дорогу собираюсь дорогу и вот начинаю путешествие вот в этом парке размышляю о том что действительно какое слово есть у меня какое слово можно много о чем говорить я собираюсь говорить и о проблеме антисемитизма и о настоящем православии о том что есть настоящие православия что есть кривославие там подложное а ере всех многих буду говорить об инквизиции собираюсь говорить в принципе из того что приготовил там материал очень много но из божьего слова из нового завета из ветхого завета конечно же из книги пурим буду говорить из книги из эсфири о пуриме буду говорить могилата стер книга эсфири потому что в преддверии мы уже праздника пурим в этом году 21 22 марта сам праздник это сад будет будет соответствовать всем 2012 году 14 и 15 адара второго вот пять тысяч семьсот семьдесят девятого сотворения мира или же завершающегося три тысячи триста тридцатого слава богу всемогущему за все за все хвала за все ему хвала и слава спасибо тебе господь за все спасибо тебе господи за все и мы можем делиться многими словами друг с другом но самое великое чего можем поделиться это словом божьим многие верующие понимают это так что буквально цитируют писание цитируют библию это правда но не вся правда это частично это правда а порой это неправда даже потому что на самом деле это делиться тем словом которые есть в твоей жизни тем что бог тебе говорит тем чем ты живешь тем хлебом насущным и я делюсь этим откровением божьим словом тем которым живу слова иисуса они записаны в библии они записаны в евангелие от иоанна 11 25 я есть им воскресение и жизнь и верующий в меня даже если умрет оживет спасибо тебе господь вот этим словом я живу да уже девятнадцатый год на дворе получается уже 16 лет вот скоро будет 16 лет как я живу этим словом с того самого благословенного 2003 года когда это слово я получил как рэму как откровение как божье откровение для своей жизни очень богу признателен за это и очень благодарен ему за это хотя предыстория такая не очень хорошая как и часто бывает в жизни когда получаем что-то от господа часто начинается не с того начинается как раз не с благословения с чего-то иного вот часто начинается с какой-то проблемы как допустим человек имеющий откровение о боге как о своем целителе его история как правило начинается с болезни с какой-то страшной болезни неизлечимой болезни как правило. Когда уже врачи на нем крест поставили, ну, в плохом смысле слова, уже все приговорили его. Вот обычно вот с этого начинается история получения вот этого слова от Бога, откровения как о Боге своем целителе. И потом, как уже пережив исцеление от Бога, человек уже имеет познание Бога как своего целителя. И слова, которые он говорит о Боге как о своем целителе из Библии или либо так вот пришедшему извне просто, ну, от Бога разнообразно, во сне или наявуле, по-всякому бывает. Это слова уже Рема. Это не просто слова, это его Рема. Божья Рема в его жизни. И когда апостол Павел говорил Ефесянам в послании, чтобы меч духовный брали верующие, которые из Слова Божьей, некоторые понимают довольно очень примитивно, к сожалению, упрощенную, такая простота, которая в смысле хуже воровства. Простота есть от Бога, есть хорошая, святая простота. А есть простота, которая хуже воровства. И вот такая простота хуже воровства, когда человек не хочет вникать в слово, не хочет вникать в суть сказанного, написанного, ни в себя не хочет вникать, ни в слово, ни в учение, и это очень печально. И такие верующие часто, они действительно дискредитируют и Библию, и христианство, вот, и сами этого не понимают даже. И многие верующие, порой так вот упрощенно, так вот, в простоте, которые хуже воровства, говорят так, что вот меч Слова Божьего, это значит Библия, значит, я буду носить с собой Библию, и она будет моим мечом. Я буду, допустим, изучать Библию, буду цитатами засыпать своих оппонентов, буду цитатами цитировать направо-налево, вот это будет моим мечом. Вот такое понимание, оно дикарское понимание, совершенно примитивное, такое, как вот говорил отец Александр Борисов, да и Мень, по-моему, еще Александр об этом говорил, неандертальца духа, кстати, термин, да, у Александра Мини впервые вот такое услышал в его лекции, неандертальца духа, то есть духовные неандертальца, духовные, духовно неразвитые еще, дикари, духовные дикари, вот, потому что буквально, что апостол Павел там говорил, как раз о мече духовном, он говорил о том, что это есть Слово Божье, Рэма Божье, по-русски слово, но оно по-разному, на греческом языке это и графы, допустим, записанные вот в Библии, да, текстом, или где-то еще вот в рекламе там, ну, записанное слово, да, есть Логос, это совет, это мудрость, вот, и то, и другое могут и неверующие применять в своей жизни, допустим, Логосом могут пользоваться мудростью от Слова Божьего, да, могут пользоваться и люди неверующие, атеисты, часто пользуются на самом деле, вот, философы, мудрецы этого мира, да, бывает, что берут на вооружение откровения Божьи такие, да, но есть слово Рэма, греческое слово Рэма, тоже, которое переведено как слово, ребятки, там, клюйте, я вам покрошил уже, для лодки пришли, а там я хлебушек уже приготовил для них, вот, и когда апостол Павел говорил, что возьмите меч духовный, который из Слова Божьего, там имеется, там буквально поставлено слово Рэма, то есть не просто записанным словом, не просто даже мудростью от слова, нет, невозможно Библии отмахиваться, от дьявола, невозможно тем словом, которое ты услышал, такое даже мудрое, такое наставление, такое, которое ты практикуешь в своей жизни, отмахиваться от врага и побеждать его тем более, нет, ни в коем разе, именно Рэма, Рэма это откровение Слова Божьего, это пережитое Слово Божье, это открытое тебе Слово Божье, это Слово Божье, часть у тебя оставшая, вот этим словом ты побеждаешь врага, верующий, христианин, ты действительно, ты вооружен, а те, кто графа или логос пытаются как меч свой использовать, духовный, это напоминает, знаете ли, как вот игрушку, войнушку, играют войнушку, ребята, пистолеты даже могут быть, вот я сейчас смотрю, такие модели есть, такие игрушечные автоматики, игрушечные пистолетики, но как настоящие, вот как бы, думаю, вот это да, но прям вот делают специально так, нарочно, вот, пугающе, похоже на настоящее, раньше хотя бы они были, но видно, что это игрушечные, а теперь вот даже и, ну, прям пугающе, похоже на настоящее. Ребятки, ну клюйте там, хлебушек насыпал же, эй, благоставляю птичек, благоставляю голубков, голубков, ой, всем нужно Слово Божье, и вся тварь стена этой мучается, ожидая откровения Сынов Божьих, и весь растительный мир, и животные, и птицы, и все, 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 ожидают откровения Сынов Божьих, графы более чем достаточно уже на планете, ну, может, не то, что достаточно, ну, да, уже достаточно, в принципе, напечатано Библией, уйма, миллиарды экземпляров, вот, Логос, ну, с этим еще так, 50 на 50 проблема, значит, но есть Рема, а вот с этим напряженка, вот именно этого ожидает все творение, именно этого ожидают и растительный мир, и животный, и все окружающее нас, именно этого ожидают, этого ждет, а наипачи, конечно, род человеческий, род людской, наипачи род людской, ожидает откровения Сынов Божьих, это откровение, которое Бог дает человеку, Рема Божья, и я свидетельствовал об этом много раз, но еще вкратце так засвидетельствую, что как в 2003 году, почти 16 лет тому назад, как эта Рема пришла в мою жизнь перед Пасхой 2003 года, я был за рулем автомобиля, и было ДТП, я сбил подростка, школьника, летальный исход, раны несовместимы с жизнью, молитва, вопль к Богу, если вкратце так тезисно, чудесное воскресение из мертвых, воскрешение из мертвых этого мальчика, потом чудесно очень быстрое его исцеление, на глазах там у врачей, обезумевших просто, это просто невероятно, это просто чертовщина, они говорили какая-то, в течение, на протяжении 10-15 минут, пока везли его с места ДТП, где погрузили его с ранами несовместимыми с жизнью, они говорили, мы даже не довезем его, это все, это, ну, труп уже, вот, хотя еще живой, но они не видели воскрешение, воскрешение только видел я, только был там, я только на месте, скорая помощь потом приехала, но они видели мальчика с ранами несовместимыми жизнью и повезли его в Королевец, в райцентр, и через 10-15 минут они уже были в Королевце в самом, приехав туда, значит, и мальчик оказался совершенно целым, живым, здоровым, все, бесследно, зажило у него, поэтому врач говорит, это не была массовая галлюцинация, это чертовщина какая-то, то есть, ну, они никак не могли прокомментировать это, тем более даже и кровь оставала свидетельством, что все это было на самом деле. Вот, вот такая череда событий, то есть, перед, вот этим откровением, перед этой Рэмой было вот такое происшествие, и на самом деле я это и в Библии читаю, это и в жизни вижу, и слышу много историй из уст верующих, разных очень конфессий, разной динаминации, что часто перед тем, как мы Рэму получаем, мы переживаем просто глубочайший стресс. И вот, допустим, человеку, который получил Рэму откровение о Боге, как о более чем достаточном, Эль Шаддае Боге, Боге обеспечителе своем, Боге более чем достаточном, Эль Шаддай, как правило, перед тем человек пережил сильнейший, или даже не один даже, несколько сильнейших финансовых кризисов, и был в нищете, как тот блудный сын уже, там, возле свиного корыта, все, ниже плинтуса, что называется, дно пробил уже, что называется, а затем он был в доме отца уже, пир на весь мир, мясо, они гуляют, радуются, веселятся, вот, и вот тогда уже он познает Бога, Эль Шаддая своего, обеспечителя, откровение там, вот, и дальше, ну, на примере я много примеров могу назвать таких, вот, так что, друзья, и в тот день, уже вечером, уже даже ночью фактически, уже поздно вечером, мы возвращались домой в Киев, и слово, которое я услышал не просто в себе, даже оно было громко слышно, вот, хотя я не псих, и не слышу голосов, но вот такое происходит, оказывается, в жизни, на самом деле, бывает вот такое, я слышал громкое слово, хотя жена была со мной, кстати, она не спала, но она, как потом выяснилось, ничего не слышала, оказывается, я только один слышал, это было три раза, громким голосом, этот голос меня спрашивал три раза одно и то же, ты это видел? Он спрашивал меня об этом, да, видел ли я это все, вопросом на все мои вопросы, мне по самому кто ответил, что это было такое, за что это, и почему вообще, что это такое, и с чем его едят? Вот, и так получилось, что, да, три раза этот голос говорил одно и то же, а потом, третий раз спросив меня, тот же самый голос сказал следующее, вот так будет и с церковью. И все, я больше ничего не слышал, и вот прошло почти 16 лет, я ничего не слышал, абсолютно такого. Вот, и, ну, была моя мысль сразу после этого, может, он что-то и говорил еще, но я просто был не в состоянии реально, не в состоянии было что-то слышать, потому что я был в стрессе даже большим еще, наверное, чем то, что было вот авария, гибель подростка, его воскрешение, это первый раз в моей жизни вообще. Я молился за мертвого, именно не за упокой его души, как раньше молился, до 1996, до 1996 года, извиняюсь. Вот, а именно молился за воскрешение его, это первый раз в моей жизни, знаете ли, к этому невозможно подготовиться, я думаю. Вот, как бы ты ни готовился, это такой стресс, я вам скажу серьезно, тем более было связано с ДТП, и вот, и ладно бы ДТП, это с кем-то было бы, допустим, а я просто подъехал, помолился бы, а ведь нет, это было с моим участием, я был за рулем, понимаете ли? И что дальше произошло, что голос спросил меня три раза, видел ли я это, и потом сказал, что вот так будет и с церковью, а затем это были мои мысли, но это было из Библии, как раз вот это слово, чем сейчас делюсь. Я есим воскресение, десятки раз одно и то же, спасибо, Господь, спасибо. Я есим воскресение, я есим воскресение, я есим воскресение, десятки раз одно и то же. Это было в моем сердце, это было не голосом, это было не звуком никаким, и даже не тихим звуком, это было в моем сердце, как моя мысль, Но эта мысль, она была постоянной, я не мог о ничем другом думать Я был захвачен этой мыслью Знаете, как вот назойливо, навязчиво, но приятно, прекрасно Одно и то же вспоминалось, одно и то же Я есмь воскресенье Я есмь воскресенье Потом еду дальше И мысль продолжается И тоже десятки раз одно и то же повторяется В голове моем, в сердце моем Я есмь воскресенье и жизнь Я есмь воскресенье и жизнь Воскресенье и жизнь Спасибо тебе, Господь, спасибо Воскресенье и жизнь Воскресенье и жизнь Воскресенье и жизнь Десятки раз одно и то же Одно и то же, но так приятно А потом там Кипти Или поворот Кипти Съезд уже на Черниковскую трассу Прямая на Киев уже дорога И в этот момент внутри мысль продолжается И верующий в меня, даже если умрет, оживет Вот так вот буквально Не совсем по синодальному переводу Но так прекрасно это внутри звучало Это мысль Это мысль, она не была голосом уже Но внутри оно, внутри все было Мысль такой в сердце моем В разуме моем И верующий в меня, даже если умрет, оживет И потом еще долго довольно Ну, до Киева-то ехать еще порядочно Но всю дорогу до самого Киева Пока не въехал в город Эта мысль продолжалась Одно и то же Я есим воскресенье и жизнь Верующий в меня, если умрет, оживет Спасибо тебе, Господь Я есим воскресенье и жизнь Верующий в меня, даже если умрет, оживет Я это слушал вновь в своем сердце В моем разуме это все проносилось Много раз, много раз И только когда вы въехали уже в город Уже в Киев, сам въехали То прекратилось это воспоминание Одного и того же текста Одного и того же текста Дамы и господа Я после этого, несколько месяцев Я не мог ни о чем другом проповедовать, честно Я пытался даже какое-то время там О чем-то другом готовить проповедь У себя в церкви, здесь в Киеве Не мог, я просто выходил И я понимал, что я не могу ни о чем говорить больше Не могу ни о чем Я просто начал говорить Я есим воскресенье и жизнь И сейчас, спустя 16 лет Почти 16 лет прошло после того дня Я по-прежнему хочу это говорить Эту Рему Божью Я есим воскресенье и жизнь Верующий в меня, даже если умрет, оживет Эти имена моего Господа я очень люблю Я люблю все его имена, которые есть в Библии Прекрасные имена Господа Каждое имя его открывает Как-то по-особенному Его сердце, его доброту, его мудрость И это прекрасно, восхитительно, удивительно Но эти два имени Последние вот этих 16 лет Для меня они просто Самые мои любимые слова Я есим воскресенье и жизнь Верующий в меня, если умрет, даже если умрет, оживет Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Царь всей Вселенной Благодарю тебя, Господь Благослови моих братьев, сестер В преддверии праздника Пурим Божий всемогущий Твой жребий даст вершиться в нас Мы не знаем всей картины Порой нам кажется, что все творит Его величество случай Но на самом деле это ты Его величество, Господь Бог всемогущий Спасибо тебе, Боже всемогущий Спасибо тебе, огромное-огромное спасибо За все, за все, за все Благодарю тебя И благоставляю великое имя твое Ты есть воскресенье А второе твое имя Мною очень любимое Жизнь Воскресенье Жизнь Воскресенье Жизнь Аллилуйя Благоставляю вас, братья и сестры Уже пора собираться Вот здесь вот станция метро Черниговская рядом Я уже подвину метро сейчас И на Жутомирске На Жутомирске уже автобус уже забронирован Бердычев В 2.45, да, будет управление Поэтому я уже буду отправляться Ну еще, в принципе, 2 часа Ну я просто пораньше вышел Пораньше Специально, чтобы записать видео Прогуляться, подышать воздухом И вот так вот и отправиться Там еще на Жутомирске присижу Может даже запишу видео, если будет время Там, кстати, где-то недалеко храм отстроили Большой православный храм Может зайду, если будет время Знаете, эти храмы прекрасны Наши православные храмы вообще очень красивы, да? Согласитесь? Очень красивы Но мертвы, потому что нет жизни Но я молюсь, чтобы было воскресение и жизнь Меня спрашивали многие братья И в моей церкви, и у нас в церкви здесь, в Киеве И в других церквях, где я об этом свидетельствовал Говорили Ну как бы Что Бог открыл? Это говорится о православии Или обо всем вообще христианстве Что воскресение и жизнь И что верующий в него даже если убьет, а живет Я говорю, я говорю, не знаю Ну, как говорится, за что купил, за то продал Знаете ли, вот как было, так я и передал Но Тогда, когда В 2003 году весной Перед Лазарем Это все было, кстати Перед Лазарем и субботой, кстати Перед мертвым воскресеньем Перед Лазарем и субботой Это как пальцем в небо В пятницу как раз перед Лазарем и субботой Все происходило Кстати, а уже возвращался я уже по темну Уже вечером поздно Уже суббота По календарю православному с вечера Начинается день богослужебный То есть это как раз суббота, посвященная Лазарю Как раз суббота, посвященная праведному Лазарю Как раз это местописание Вот 11 глава Иоанна Читается как раз в храмах православных Во всех храмах По всей Руси И не только По всему миру Удивительное совладение Его Величество Случай Но это Его Величество Господь Бог Чарльз Баршин, по-моему Кто-то еще из Великих Говорили Поповедник Я забыл, что Его Величество Случай Это псевдоним Псевдоним Его Величества Господа Бога Когда он напрямую не работает под своим именем То он работает под псевдонимом своим Так что И вот так вот Его Величество Случай Это было как раз перед Лазаревой субботой Воспоминание воскрешения праведного Лазаря Вот И А вот слово получил я Получается уже Даже сейчас я подумал Если интересно Само событие Это было перед субботой Получается В пятницу Да А слово получил я Именно в субботу Потому что пятница вечер Это уже суббота Да В библейском календаре так В иудейском календаре так И православная церковь Переняла эту иудейскую Библейскую традицию Еще в глубины веков Со времен еще четвертого Пятого столетия и шестого столетия Вот в церкви принято это С вечера до вечера Суточный цикл богослужений Недельный цикл идет С воскресенья С первого дня творения До субботы Седьмого дня А годичный цикл С середины сентября И заканчивается С середины сентября И начинается снова С середины сентября Годичный цикл Суточный С вечера до вечера Недельный С воскресенья до субботы А годичный С сентября до сентября Получается Интересно очень Это древняя библейская Еврейская традиция Библейского иудаизма Которая перенята Православной церковью Восточной Сохранена Я очень Бога благодарен Что это сохранилось Вот Слава Богу Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Благослови Боже Эту поездку Сейчас в Бердычев Дай слово Ну и я вот Тем словом Которое он дал Я буду делиться Господи И Дай слово Для тех людей Для тех Вот Братьев Сестер Ведь я давно Уже не был там В Бердычеве Господь Боже Пусть слово Твое Рэма Прозвучит Господь В этом городе Благослови Житомирскую область Благослови Возвращение И здесь Служение Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Слава тебе Господь Спасибо Господи Спасибо Аллилуйя Спасибо Богу За все Да Ну и Воскресенье Я проповедую С утра в Бердычеве А уже Вечером Даст Бог Здесь Вот неподалеку Вот через дорогу На Попудринка 34А Киевляне Гости столицы Добро пожаловать По воскресеньям По вечерам Буду вот С этого воскресенья 17 марта Буду говорить Об истории христианства Семинар по истории христианства По истории церкви Благоставляю вас Благословением священников Друзья Аминь Воскресенье И жизнь Аминь Из города Киева С парка Киота Станция метро Черниговская Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Дорожные беседы С Киева В Вердычев Да Аллилуйя Сегодня 15 марта 2019 год В гражданском Нашем исчислении лет А в библейском исчислении Сегодня 8 число Месяца Адара 2 5779 года Или же По другому календарю Если вести от нашего исхода От выхода из рабства Египетского Последнего месяца Уходящего уже Завершающегося 3330 года Шалом Мир всем вам Шалом Хаврим Шалом Хаврим Шалом Шалом Лейб Шалом Мир вам